Приветствую коллеги от аналитиков валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилл и сами я Артур Изиатурин. Нефть и рисковые активы сегодня перешли в наступление. Хорошо они выросли в начале азиатской сессии, ближе к началу европейской сессии, но затем наступила некоторая вялость. Особо хорошо эта вялость ощущается на европейских рынках. Рост, где небольшой, скромный, не превышает в большинстве случаев 1%, как мы видим. Это все происходит потому, что в Европе, в отдельных европейских странах у нас неблагоприятно развивается, по неблагоприятному сценарию развивается ситуация с локдаунами. Австрия у нас объявила, что она переходит к мерам, сопоставимым с мартовскими, то есть это тотальный локдаун. Также она объявила, что будет проводить массовое тестирование, как это предприняла Словения. Такие вот масштабные меры, которые направлены на искоренение вируса, начинают принимать европейские страны. В конце прошлой недели у нас были некоторые опасения, что США начнет задумываться, рассматривать вариант жесткого локдауна, потому что так же к этому ситуация шла, но сообщения на выходных и сообщения сегодня показали, что эти слухи, эти спекуляции пока не находят подтверждения. У нас отдельные штаты, такие как Вашингтон и Мичиган, они столкнулись с тем, что высокие темпы госпитализации у них наблюдаются, поэтому они перешли к чуть более жестким локдауном, но в корне это как бы ситуацию не поменяло. Ужесточили они, значит, коронавирусные ограничения по остальным штатам, пока ситуация стабильна. Из последних высокочастотных индикаторов можно выделить данные от оператора европейских, Дарок Винчи, который сообщил, что во Франции трафик на основных шоссе, значит, он упал на 48%, то есть практически в половину. Шок потребления, потребления нефти именно из-за усиления локдауна в Европе, он, конечно же, уже отражен в котировках нефти, но маловероятно все-таки, что у нас учтены также в нефти какие-либо жесткие локдауны, которые у нас могут наступить в Европе, и поэтому нужно иметь в виду, что если у нас страны перейдут к жесткому локдауну в Европе, я говорю, прежде всего, о крупных экономиках, таких как Германия, Франция, Италия, если не объявить, что они ужесточают ограничения, это будет шоком, естественно, скорректируется как европейский рынок, и так и отреагирует нефти, но это понятно. Но, чтобы понимать, возможно ли такое развитие событий, нужно осмотреть за тем, как у нас меняется интенсивность суточного роста новых случаев, то есть, понятное дело, что у нас есть рост, но мы можем также измерить, как быстро растет или как быстро, или как медленно растет, как медленно изменяется этот рост. Поэтому, если мы посмотрим на следующий график, видно, например, что у нас по Германии синяя кривая, это у нас суточный рост, зеленая кривая, это у нас получается тренд, семидневная, скользящая средняя этих случаев. Так вот, видно, что несмотря на эти колебания и на этот рост синей кривой, видно, что у нас тренд переходит из вот этой фазы, вот на этом участке он у нас переходит в некоторое замедление. То есть, получается, без жестких локдаунов, которые ввела, например, Австрия, Германия обходится без них, и уже вот в такой ситуации, в таких условиях мы видим замедление новых случаев. Можно сравнить ситуацию здесь, когда был такой же рост, потом постепенно эта кривая, кривая тренда, она начала, будем так говорить, переходить в плато, искать вот этот некоторый перелом момента. Будем надеяться, что также у нас в Германии происходит такая же аналогичная ситуация, как была здесь. У нас пытается, вот эта кривая тренда, она пытается выйти на плато. И все это происходит без ужесточения локдаунов, без критического сценария. И поэтому, вот исходя из этого, вот можно уже предполагать, что, скорее всего, остальные страны в Европе, важные основополагающие экономики, они, скорее всего, смогут обойтись без локдаунов. Германия, скорее всего, сможет обойтись без тотального локдауна. Это, конечно, позитивно для европейских рынков, которые пока просто находятся в режиме, будем так говорить, ожиданий. Вот. На стороне предложения для нефтяных котировок можно выделить следующие новости. Значит, поступила на выходных у нас новость, что добыча в Ливии увеличилась со 100 тысяч баррелей в день до более 1 миллиона баррелей в день за короткий очень период. С августа, получается, до по ноября. Вот за этот короткий период у нас добыча в Ливии увеличилась в 10 раз. Естественно, рынку нужно как-то абсорбировать. Но, как мы видим, пока хорошо справляется рынок, несмотря на локдаун, несмотря на шок потребения, хорошо справляется с возможным притоком предложений вот с таких стран, где добыча некоторое время страдала от гражданских войн, от других шоков и так далее. Вот. Всё, конечно же, это упирается у нас сейчас весь рост в нефти. Именно сегодняшний рост, возможно, завтра он упирается на заседание мониторингового комитета ОПЕК, на котором, естественно, ожидается новость. Значит, на этом заседании у нас будут обсуждаться, в первую очередь, то, как участники у нас придерживаются исполнения квот на добычу. И, во-вторых, будет обсуждаться, естественно, очень важный момент, это продление квот на добычу в текущем размере до конца первого квартала 2021 года в ответ, собственно, на развитие вот этого нового пандемического шока в потреблении. В потреблении именно нефти, развитие именно вот этого шока. Значит, на это у нас сейчас обращает внимание ОПЕК, и все решения и действия сейчас они будут, естественно, направлены на то, как, в каком размере скорректировать предложение, на каком уровне удерживать предложение. И одним из наиболее вероятных сценариев того, как поступит ОПЕК, это продление квот на добычу до конца первого квартала 2021 года. Значит, сегодняшнее и завтрашнее заседание мониторингового комитета ОПЕК, оно, эти два заседания, они в результате не будут иметь, их результатом не будет конкретное решение по продлению добычи, но по результатам этих заседаний ОПЕК может вынести рекомендацию. Собственно, эта рекомендация будет учтена на заседании, на основном заседании, которое у нас пройдет 30 ноября и 1 декабря. Это заседание, в котором будут принимать участие министры, стран, которые включены в ОПЕК, включая Россию, то есть Альянс ОПЕК+. Значит, собственно, на этом заседании уже конкретно будет обсуждаться продление квот с учетом, собственно, возможно, сегодняшней и завтрашней рекомендации, которая у нас будет появиться на основе вот этого заседания мониторингового комитета. В общем, поэтому сегодня наблюдаем рост, который, собственно, и отражает, скорее всего, информацию по развитию вот этой ситуации с кодом. Вот, по остальным, значит, данным у нас данные по позициям спекулянтов нефти, COIT, да, тогда код данные вот эти, значит, показания, что крупные спекулянты на конец прошлой недели, то есть на прошлый вторник, они сократили количество, число коротких позиций и увеличили число длинных позиций. Причем основной рост у нас длинной позиций происходил из-за того, что большая часть спекулянтов, она у нас закрывала короткие позиции. Пока еще, то есть не спешили участники открывать длинные позиции, но активно закрывали короткие, скорее всего, на новостях о вакцине, да. И это еще один дополнительный сигнал того, что не сможет продолжать расти, потому что длинные позиции пока еще не открывались. Просто было закрытие, собственно, коротких позиций. Это нужно тоже учитывать. Вместе с повышением цен, которые мы сейчас имеем на нефтяном рынке, у нас также просыпается сланцевая добыча в США, Baker Hughes, данные, агентство, которое у нас докладывает, собственно, как изменились, как у нас изменилась буровая активность США, показали, что число буровых вышек увеличилось на 10 единиц, да, от 236. Если мы посмотрим динамики, да, рост уже несколько недель продолжается, но сравнивая с данными, скажем, того же августа, рост у нас составил 64 единицы, то есть увеличилось число буровых на 64. Но по сравнению с докризисным уровнем, количество вышек у нас практически втрое меньше, поэтому американскому производству еще есть куда расти в ответ на повышение цен. Сейчас тот уровень добычи, который мы видим, исходя из этих вышек, он очень низок, и добыча еще есть куда расти. Вот такая вот ситуация у нас обстоит с ценительным рынком. Я обсудил сегодня основные катализаторы, которые влияют на нефтинный рынок, как краткосрочные и среднесрочные. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать ими под видео. Если вы считаете, что это видео оказалось для вас полезным, не забудьте поставить лайк. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго в торгуете.